Красные крылья вылетели из единой лиги. Забияку Голубева вернули хоккейным барсам. Самарская дзюдоистка выиграла бронзовый гран-при. В Будапеште, Венгрии, самарская дзюдоистка выиграла большой приз с бронзовым отливом. За трофей боролись более 400 атлетов из 66 стран мира. На пути к победе Наталья Кондратьева положила на лопатке поочередно двух англичанок – и Сандрину Санчес, и Кимберли Реникс. В полуфинале Кондратьева уступила призерке Олимпийских игр аргентинке Паули Паретто. Зато в борьбе за третье место взяла верх над кубинкой Даярис Альварес. Абориген Карибского бассейна на Олимпиаде 2012 года выбила из борьбы самарскую спортсменку. Реванш состоялся незадолго до мирового дерби. Нападающий Тольяттинской «Лады» Денис Голубев перешел в Казанский Акбарс. В обмен на него клуб автостроителей получил в этом году право выбора в четвертом раунде выбора свободных игроков. По иронии судьбы, забияку нападающего вернули в прежний клуб на тех же условиях. В первом сезоне КХЛ, играя за «Ладу», Голубев отметился дисквалификациями за драки и оскорблениями судей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Баскетболисты «Красных крыльев» в предстоящем сезоне не будут представлять «Самарский регион» в чемпионате единой лиги. Официальный отказ клуба играть в большой баскетбол – несоответствие домашней спортивной арены регламенту соревнований. Странная отговорка. Пока «Красные крылья» планировали вверху турнирной таблицы лиги, количество зрительских мест мало волновало руководство клуба. В этом чемпионате крылья упали на самое дно. Возвращение пернатых в большой баскетбол планируется в 2016 году.